Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что всё, что есть в этом мире — желание плоти, желание глаз и житейская гордость — не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живёт вечно. Дети, это время последнее. Вы слышали, что должен прийти Антихрист, и сейчас появилось много Антихристов, из чего мы узнаем, что время — последнее. Эти Антихристы вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. Но то, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам. Вы получили помазание от святого, и у всех вас есть знания. Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому что вы знаете её и то, что из неё не может произойти никакой лжи. Кто такой лжец? Лжец — это тот, кто отвергает, что Иисус — Христос. Такой человек — Антихрист. Он отвергает и Отца, и Сына. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Отца. А кто признаёт Сына, тот имеет и Отца. Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в Сыне и в Отце. Его обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь. Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. Помазание, которое вы получили от Него, постоянно в вас. И поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему. Оно говорит истину и никогда не лжёт. Поэтому, как оно научило вас, так и оставайтесь в Нём. И теперь, дети, оставайтесь в Нём, чтобы, когда Он явится, мы могли бы стоять перед Ним уверенно и не стыдясь. Если вы знаете, что Он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от Него. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что всё, что есть в этом мире, желание плоти, желание глаз и житейская гордость, не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живёт вечно. Субтитры подогнал «Симон» Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что всё, что есть в этом мире, желание плоти, желание глаз и житейская гордость, не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живёт вечно. Субтитры подогнал «Симон» Дети, это время последнее. Вы слышали, что должен прийти Антихрист. И сейчас появилось много Антихристов, из чего мы узнаем, что время последнее. Эти Антихристы вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. То, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам. Субтитры подогнал «Симон» Дети, это время последнее. Вы слышали, что должен прийти Антихрист. И сейчас появилось много Антихристов, из чего мы узнаем, что время последнее. Эти Антихристы вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. То, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам. Субтитры подогнал «Симон» Вы получили помазание от святого, и у всех вас есть знания. Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому что вы знаете ее и то, что из нее не может произойти никакой лжи. Кто такой лжец? Лжец — тот, кто отвергает, что Иисус — Христос. Такой человек — Антихрист. Он отвергает и Отца, и Сына. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Отца. А кто признает Сына, тот имеет и Отца. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и отвергает Сына, не имеет и отвергает Сына. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и отвергает Сына. Вы получили помазание от святого, и у всех вас есть знания. Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому что вы знаете ее и то, что из нее не может произойти никакой лжи. Кто такой лжец? Лжец — тот, кто отвергает, что Иисус — Христос. Такой человек — Антихрист. Он отвергает и Отца, и Сына. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Отца. А кто признает Сына, тот имеет и Отца. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и отвергает Сына. Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в Сыне и в Отце. Его обещание, которое Он дал нам, — вечная жизнь. Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно в вас, то и вы сами будете в Сыне и в Отце. Его обещание, которое Он дал нам, — вечная жизнь. Сыне и в Отце. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. Помазание, которое вы получили от него, постоянно вас. И поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему. Оно говорит истину и никогда не лжёт. Поэтому как оно научило вас, так и оставайтесь в нём. Субтитры создавал DimaTorzok И теперь, дети, оставайтесь в нём, чтобы когда он явится, мы могли бы стоять перед ним уверенно и не стыдясь. Если вы знаете, что он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от него. Субтитры создавал DimaTorzok И теперь, дети, оставайтесь в нём, чтобы когда он явится, мы могли бы стоять перед ним уверенно и не стыдясь. Если вы знаете, что он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от него. Субтитры создавал DimaTorzok Не любите ни этого мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отца. Потому что всё, что есть в этом мире — желание плоти, желание глаз и житейская гордость — не от Отца, а от мира. Мир и мирские желания проходят, но тот, кто исполняет Божью волю, живёт вечно. Дети, это время последнее. Вы слышали, что должен прийти Антихрист. И сейчас появилось много Антихристов, из чего мы узнаём, что время последнее. Эти Антихристы вышли из нашей среды, хоть они никогда к нам не принадлежали. Если бы они действительно принадлежали к нам, то остались бы с нами. То, что они от нас вышли, показывает, что они и не принадлежали к нам. Вы получили помазание от Святого, и у всех вас есть Знания. Я пишу вам не потому, что вы не знаете истины, а наоборот, потому что вы знаете её и то, что из неё не может произойти никакой лжи. Кто такой лжец? Лжец — тот, кто отвергает, что Иисус — Христос. Такой человек — Антихрист. Он отвергает и Отца, и Сына. Тот, кто отвергает Сына, не имеет и Отца. А кто признаёт Сына, тот имеет и Отца. Храните слышанное вами от начала. Если то, что вы слышали от начала, будет постоянно вас, то и вы сами будете в Сыне и в Отце. Его обещание, которое Он дал нам — вечная жизнь. Это я пишу вам относительно тех, кто пытается вас обмануть. Помазание, которое вы получили от Него, постоянно вас. И поэтому вам не нужно, чтобы кто-либо учил вас. Его помазание само учит вас всему. Оно говорит истину и никогда не лжёт. Поэтому, как Оно научило вас, так и оставайтесь в Нём. И теперь, дети, оставайтесь в Нём, чтобы когда Он явится, мы могли бы стоять перед Ним уверенно и не стыдясь. Если вы знаете, что Он праведен, то знаете и то, что каждый, кто живёт праведно, рождён от Него. Субтитры создавал DimaTorzok